МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЬЮЗ Всем привет! Мы снова вместе, в месте, куда слетаются самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разными, но ваше зрение направлено на точку Ньюз. Меня зовут Ваня Чабанов. Поехали! ТОЧКА НЬЮЗ Сергей Лазарев – супертрудоголик. Вот только недавно радовал поклонников своим шоу «The Best», а теперь стартует «Энтур», и московским зрителям посчастливилось увидеть его одними из первых. На это шоу Сергея вдохновил его маленький сын Никита, появление которого сильно изменило артиста. Не каждый малыш может похвастаться созданным в его честь шоу, но, как признается Лазарев, быть молодым папой – для него огромное счастье. Он мой преемник, я его вижу таковым. И он артист настоящий, он творческий, он очень ранимый, еще до сих пор реагирующий на все гадости, которые вы иногда пишете, незаслуженно вешаете какие-то ярлыки. Но, по-моему, он уже на это перестал так реагировать, как он это делал еще хотя бы год назад. И в этом, наверное, есть дослуга сына. Поменялись ценности, приоритет. Он всегда был таким образцовым человеком, на мой взгляд, который честный, самоотверженный, амбициозный, трудолюбивый. Мне кажется, что ребенок лишь усиливает вот эти вот настоящие свойства человека, потому что ему, у него появляется какой-то еще дополнительный смысл. Никита меня поменял очень, на мой взгляд, сильно и с точки зрения артиста, и просто с точки зрения человека. Стал гораздо взрослее, мудрее, стал ценить то, что я имею больше. И, наверное, осторожнее в высказываниях, в определенных каких-то, не знаю, суждениях. В новом шоу Сергей переодевается чаще, чем самая продвинутая столичная модница, интерпретируя образ молодого папы по-своему. Сам певец утверждает, что вдохновился сериалом с Джудом Лоу, но некоторые уверяют, что Сергей подсмотрел идею у Мадонны. Вот эта фраза повторяют за Мадонны, мне кажется, это не актуальная фраза, потому что у Сережи есть концепция этого всего концерта, и буковка Н, Н-тур, это все не просто так. И я видела какие-то уже кусочки маленькие, и вижу, что действительно, на самом деле, это будет суперкрутое шоу. Тем более, что я знаю, какой Сережа трудоголик. Человек всю свою жизнь положил именно на постамент, чтобы его честно занимать, чтобы его честно оправдывать, чтобы честно получать свой аплодисмент, чтобы честно получать свои гонорары, и чтобы радовать зрителя, который в него верит. Мне хотелось, чтобы мое шоу было конкурентоспособным, чтобы, показав это шоу где-либо в другой стране, люди понимали, что они пришли на хорошее красочное действие. Поэтому мне не стыдно за это шоу показать его кому-либо, Мадонне, Гаге, кому угодно. Мне кажется, они оценят фишки, они оценят находки. И хотя роль отца для Лазарева сейчас самая важная в жизни, воспитывает сына он в одиночку. Мы решили узнать, какую лепту звездные друзья готовы по-дружески внести в воспитание Никиты Лазарева. Если Сережа когда-нибудь нужна будет помощь от меня, я занималась детской психологией, то с удовольствием поиграла бы в какие-нибудь игры с ребенком. Главное – это иметь много любви и сил на воспитание, и делиться со своим любимым чадом. Не важно, кто с тобой рядом. Главное, что в твоем сердце много этой любви. Надо помогать. По-моему, он замечательный папа. Замечательный просто. Он трогательный какой-то, совершенно фантастический отец, любящий. Просто, ну, нет слов. А уже через несколько дней Сергей Лазарев отправится в тур и возьмет это грандиозное шоу с собой. Так что вы сможете увидеть его в своем городе. А посмотреть есть на что. Многим трудно смириться с мыслью, что Ольга Бузова тоже музыка. Но, кажется, придется. А все потому, что Ольга проникла в очередную нишу и начала читать рэп. Ольга Бузова выпустила еще одну песню. На этот раз в стиле рэп. Но хуже всего эту новость восприняли поклонники Басты. Ведь новый трек, тоже музыка, написал для певицы именно Владыка Газгольдера и получил в свой адрес самые разные комментарии. От «Зачем ты это сделал?» до «Сколько тебе заплатили?» Теперь говорят, что всем рэперам в нашей стране придется подвинуться. Но не тряситесь. Сама Оля хоть и говорит, что это направление для нее новое и останавливаться она не собирается, но вряд ли рэп увлечет Бузова надолго. Ани Лорак сейчас путешествует по стране со своим масштабным и супертехнологичным шоу-дивом. И техника ни разу не подвела певицу. Зато подвели поклонники, а точнее один из фанатов, не справившийся с эмоциями во время концерта. Один из поклонников напугал певицу. Во время исполнения артисткой песни «Медленно» он выбежал на сцену и попытался сделать селфи со звездой, приобняв при этом исполнительницу за плечи. Ани попыталась отстраниться от настойчивого кавалера, но тут подоспела охрана и певица продолжила выступление. Возможно, буддигарды Каролина и Грубовато утащили парня со сцены, зато селфи с певицей он сделать все-таки успел. Но все же не стоит так пугать наших хрупких артисток. Ани Лорак жива мне Бейонсе, которую так легко со сцены не утащить. Хотя попытки были. Всем тем, кто боится высоты, стоит преодолеть свою фобию. Хотя бы ради того, чтобы полюбоваться новым клипом Арианы Гранде. Городскую красоту с высоты птичьего полета продемонстрирует нам Ариана в своем свежем видео «No Tears Live to Cry» про сон Арианы. В нем она ходит по стенам, стоит на руках на перилах лестницы и становится белокурой красоткой. Но похоже, что новый цвет волос ей не особо пришелся по вкусу, потому что в итоге всей этой сонной, но красивой истории девушка все же прыгает с крыши. На этом все. Это были самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Смотрите нас каждый день и ищите в социальных сетях. Меня зовут Ваня Чабанов. Пока-пока. ТОЧКА НЮС Жара. Растопи весну. Жара рождает жажду. Жара.